Мною было поручено Верховному суду подготовить проект закона об амнистии. Это не новинка. В преддверии значимых дат в истории нашего Отечества мы часто прибегали к такой форме гуманизма. Это действительно соответствующий акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным. В данном случае в канун 75-летней годовщины Великой Победы. В данном документе отрежены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год. Ольга Ивановна, что касается коррупционеров, отдельный список и прежде всего как приложение к указу мне на стол. А то мы там повыпускаем сейчас друзей и родственников некоторых чиновников. И я внимательно посмотрю, за какие еще преступления они осуждены. Стоит ли не то что отпускать, а сокращаться. В этой связи хочу поинтересоваться у собравшихся, будет ли это правильно. Не поставим ли мы данным решением под сомнение всю работу, которая проводится судами и иными правоохранительными органами. Ну думаю, если председатель Верховного Суда вносит предложение, он уже подумал о том, чтобы не перечеркнуть работу всех своих подчиненных. Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно. Я, знаете, часто говорю о нынешнем коронапсихозе, пока о коронапсихозе, не о коронавирусе. Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям, пневмониям и пневмонии, отягощенной коронавирусом. Так вот, это хороший урок. Мы должны подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии. К уголовной ответственности привлечено немало молодежи. Многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому я просил отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц. Надо признать, что ответственность за такую молодежь лежит в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Если мы и будем принимать решения по таким людям, мы договаривались. На поруке забирай его, не дай бог. Мы снова его заметим в этих делах. Наша задача обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц. Это урок и профилактика по наркомании для всех. Вот попали туда, побывали там, ну, может быть, повезет, выпустим оттуда. Они в хорошем смысле смогут заразить этим вирусом всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика. Но не должно быть снисхождение к закоренелым сбытчикам наркотиков, получившим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства. Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления. И если родственники за него или родители прежде всего поручаются, ну что ж, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность мы сможем предоставить шанс и начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними. И, как я сказал, не дай Бог, они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики. Естественно, место будет их там на долгую перспективу. Комиссии по помилованию предстоит тщательно изучить ходатайство каждого претендента на помилование. Каково его отношение к содеянному, чем живет, какие у этого человека планы. Надо выработать определенный механизм, потому что вы закопаетесь в этих сотнях и тысячах людей. Естественно, что надо, чтобы комиссии внизу рассмотрели и внесли предложение. Но вам надо очень внимательно и тщательно за этим наблюдать. Конечно, принимать эти решения окончательные придется президенту, указом президента. Но я хочу предупредить, что за все эти предложения ответственность будут нести все по вертикали, кто будет носить эти предложения. Надо понимать, что это не разгрузка мест заключения. Слушайте, нам нечего разгружаться. У нас к уровню советских времен, по-моему, в 2-3 раза сократилась численность заключенных. Тем более, мы не должны идти на поводу стихийно созданных групп, наподобие матерей 3-2-8. Работа должна вестись в штатном режиме. Поэтому сегодня еще раз мы должны взвесить и окончательно определиться с подходами. Продолжение следует...